Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами Аслабей Каптора. Сегодня я хочу поговорить об ответе Сережан Беляшлы к Анату Урсапа. Анату Урсапа в своем посту, значит, вывозил пост в фейсбуке, где он обвинил Сережан Беляшлы, что Сережан Беляшлы чуть ли не уйгурский шпион. Откуда он это взял, на чем основывается это его обвинение, это его рассуждение. Анату Урсапа ссылается на то, что Сережан Беляшлы беседует с блогером, блогера зовут Марат, он по национальству уйгур, и они беседуют на уйгурском языке. Но так как Сережан Беляш знает уйгурский язык, поэтому, чтобы поддержать беседу, он полностью говорит с блогером на уйгурском языке. И на этом основывается вот этот вот вывод Анату Урсапа, что Сережан Беляшлы является уйгуром. Плюс к тому, говорит Анату Урсапа, уйгур очень много живет за рубежом, в Америке. Их цель радикализм, их цель терроризм, их цель экстремизм. И к этому числу причисляет Сережан Беляшлы. Ну Сережан Беляшлы говорит, я даю интервью не только на уйгурском языке, я даю интервью на английском языке, английском BBC. New York Times даю журналистам интервью, даю интервью на киргизском языке, киргизском есть там связь с информацией радио Азад, киргизское радио. Я на киргизском языке ведаю беседы с журналистом. В прошлом году у меня с татарсаном журналист брал интервью, я давал интервью на татарском языке. Теперь значит получается, говорит Сережан Беляш, если я даю интервью на английском языке, если я даю на китайском языке, а я его тоже знаю, если я даю интервью на татарском языке, на киргизском языке, то здесь значит все нормально, все в порядке. Если я даю интервью на куйгурском языке, меня сразу причисляют к куйгурским шпионам. Где же логика какая-то? Ну на мой взгляд, это, знаете, мягко говоря, глупое, несерьезное обвинение. Строить на этом свое обвинение, что человек говорит на куйгурском языке, и его причислять к куйгурским экстремистам, террористам, шпионам, это, ну по меньшей мере, несерьезно. Сережан Беляш знает очень много языков. Он даже сам говорит, я сейчас изучаю арабский язык, я изучаю турецкий язык, потому что мне, говорит Сережан Беляш, интересно, знание языков еще никому не помешало. При этом, Сережан Беляш говорит, наша группа, на высоте жук, я лично, мы ведем только борьбу и помогаем только незаконно осужденным, чьи права, как права человека нарушены, тем, кто помещен в лагеря Китая, в тюрьмы, над кем сейчас производят китайские власти пытки, издевательства. Вот этим людям мы помогаем. Вот наша задача, вот моя задача, говорит Сережан Беляшу, и это наша борьба. Где здесь радикализм и экстремизм? При этом, совсем недавно, говорит, а, пардон, в 2018 году, в ноябре, в декабре, где-то в этом месяце, Кыргызы, они граждане Кыргызской республики, обратились с помощью к группе, на взаотажер, Ерк, Телерк, Сережан Беляш, лично обратились с помощью, помочь людям, кыргызам, томящихся в китайских лагерях, выйти на свободу. Сережан Беляшу помог написать им жалобу в Организации Объединенных Наций, Президенту Республики, Комитет Национальной Безопасности, Комитет по правам человека. И те люди, крыгызские националисты, которые томились в этих лагерях, были выпущены. Только слова благодарности были от этих людей. В адрес Сережан Беляшу, в адрес группы, на раз отожжет Ерк, Телерк, только слова благодарности. Они выразили свое почтение, выразили огромную благодарность. Это разве плохо? Где здесь опять хочется спросить, где здесь экстремизм, где здесь терроризм? Один, значит, гражданин Китая, кстати, он является еще родственником Жусупа Мамая. Жусупа Мамая – это сказитель эпоса Манаса. Эпос Манаса, вы слышали, да? Наверное, это кыргизский эпос. Он побывал в Кыргызстане. Он сам ученый-этнограф. Вел дневник, вел записи, беседовал с людьми. По прибытию в Китай был арестован, посажен в лагерь. И группа Кыргызстан обратилась за помощью к Сергею Белашулу. И через некоторое время этот ученый-этнограф был выпущен. При этом в беседе с блогером Сергею Белашулу сказал следующее. Вот, власти Китая боятся кризисов. Власти Китая боятся казахов. Ну, власти Китая не боятся егоров. На что блогер спросил, почему? Сергей Белашул ответил ему следующее. Вы просто говорите, вы говорите, что режим Китая сжигает мечети. Режим Китая заставляет забыть вам родной язык, заставляет есть свинину, сжигает священную книгу для всех мусульман, Коран, заставляет вас забыть обычаи, традиции. Но при этом вы только говорите. Вы должны писать жалобы. Писать в эти организации, в Министерственный иностранный отдел, в Организации Объединенных Наций, Комитет по правам человека. Жаловаться. Только после этого дело извинится с мертвы точки. В противном случае оно так же будет продолжаться. Те же издевательства так же вас будут сажать, так же вас будут унижать, если вы будете просто только говорить. Посоветовал им. Просто здесь идет, видите, от Сергея Белашул, как бы юридический ликбез. И вот хочется спросить, где же здесь экстремизм, где радикализм, где здесь терроризм? Нету здесь такого. Сергей Белашул привел пример. К ним обратилась женщина по национальству татарка. Ее муж был задержан властями Китая и его поместили в лагерь. Она обратилась с просьбой, ей тоже посоветовали написать вот во все эти организации, после чего муж был выпущен из тюрьмы. Он был освобожден. Мы, говорит Сергея Белашул, будем помогать всем. Вне зависимости от национальности. Обратиться у югур, мы будем помогать у югур. Обратиться к казахам, мы будем помогать казахам. Мы будем помогать к крызам, мы будем помогать татарам, мы будем помогать узбекам. Даже если, сказал Сергей Жан Белашул, если к нам обратиться китайцы, мы будем даже помогать ему. Даже ему будем помогать. Потому что мы людей не делим на нации. Мы не преследуем такой цели. Единственная цель, которую мы преследуем, и ведем борьбу с режимом Китая, и ведем борьбу, и помогаем людям, у тех, кому нарушить права человека. Элементарно. Нарушение прав человека. Оно не должно быть в любом цивилизованном государстве в нашем 21 веке. Таких вещей не должно быть. Вот какую работу ведет Сергей Жан Белашул и группа Нарос, Атажер и Репетлер. Вот с чем они борются. Вот в связи с этим хочется спросить Ханата Нурсапа и ему подобную. Какую цель вы преследуете? Чей заказ вы выполняете? Это явно заказ. Но цель-то ясна. Чтоб Сергей Жан Белашул замолчал навсегда, а группа Нарос, Атажер и Репетлер просто исчезла. Но при этом вы забываете, что в данном случае, обвиняясь в Сергею Жан Белашул, вот Ханат Нурсапа в данном случае, первое, вас можно привлечь по статье клевета и второе, разжигание межнациональной розни. В данном случае вы своим постом, который вы разместили в Фейсбуке, вы все эти межнациональную рознь. Если человек говорит на уйгурском языке, вы его обвиняете в шпионаже. Значит, он будет говорить на киргизском языке. Значит, он будет киргизским шпионом. Если он будет на татарском языке, значит, он работает в пользу Татарстана. Татарский шпион получается. Ну, по логике так получается, по вашей логике. Угроза не исходит от Сергея Белашул. Угроза не исходит от группы на высотажу и ртвер. Угроза исходит от наших соседов. Угроза от кого исходит? От кого ее исходит экономическая экспансия, политическая, идеологическая экспансия? Ответ на поверхности. Коронавирус. Пожалуйста. Закрываются фабрики, заводы. Тысячи и тысячи людей остаются без работы, без средств к существованию. Сколько жизней унесла эта эпидемия? Сколько лежат в госпиталях, в больницах? Какой экономический урон всему миру нанес этот коронавирус? Еще очень долго мы будем пожинать плоды вот этого коронавируса. Откуда этот коронавирус? Из Китая. Поэтому угроза не исходит от Сергея Белашул. При этом, пользуясь случаем, я хочу сказать следующее. Всем тем, чьи мужья, жены, братья, сестры, родственники, близкие люди томятся в лагерях Китая незаконно, еще раз повторяю, незаконно осуждены. А это именно так. Незаконно томятся в этих лагерях. Первое, что вы должны знать, это обращаться и подавать жалобу президенту Республики Казахстан. Второе, в Министерстве иностранных дел. Третье, в Комитет национальной безопасности. Четвертое, в Организации Объединенных Наций. Пятое, Интернешнл Амнистия. Амнистия, есть такой Интернешнл Амнистия. Шестое, Комитет по правам человека. При этом, вы должны указать номер удостоверения, лучше его сфотографировать, копию сделать, номер удостоверения, с фотографией. Там, год рождения указан, место рождения, где он проживает, время его задержания, где его задержали, то есть город, поселок, что там, район, за что его задержали и куда он помещен. Только направляя вот эти жалобы, только указывая данные этого человека, который незаконно задержали, поместили в лагерь, только этим вы поможете. Только после этого он будет освобожден. Спасибо за внимание. Берегите себя. Берегите себя.